21 век – век открытий и достижений. Об этом вновь нам напоминает подрастающее поколение устюжан. Свои творческие яркие проекты ребята активно представляют на ежегодной ярмарке идей. Очень напоминает именно этот комплекс тем, что он в первую очередь праздник. Праздник, который дарит нам радость при общении к новым знаниям, исследованиям, к новым идеям. На ярмарке идей представлены проекты по самым различным направлениям, да и количество проектов впечатляет. 95 работ, над которыми трудились 125 воспитанников школ города и района, а также учреждений дополнительного образования. При таком многообразии определить лучших из лучших нелегко, ведь каждый проект интересен и уникален по-своему. Так, например, Илья Драчев в течение нескольких месяцев готовил проект о русских народных нарядах. Богатая Русь на разные сословия, я расскажу вам предисловия, как одевались на Руси и как обычаи берегли. Кто деньги потом добывал, порты с рубаха надевал, одежда шилась из холстины, кафтаны шапкой из овчины. Кто в золотисеребре купался, в шелковые наряды одевался, дорогих мехов он не чурался, в сапоги из парчи обувался. В создание каждого проекта вкладывается сила и энергия не только учеников, но и педагогов, методистов, библиотекарей, честных предпринимателей. Многие ребята работали целой группой. Приятно и то, что среди участников оказалось немало ребят из района. Цель нашей работы – это создание настольной игры «Необычные памятники мира». Для детей это очень интересно. Мы проводили эту игру в своей собственной школе со своими одноклассниками. Она им очень понравилась, мы очень долго играли с ними. Проведение таких ярмарок и дей способствует развитию современных школьников, появлению ребят желания мыслить, образовываться, рассуждать и творить. Итоги мероприятия будут подводиться в течение нескольких дней, а затем в торжественной обстановке будут названы имена победителей в каждой номинации. Евгения Шемякина, Максим Колосов, Новости провинции.